здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя вы на канале счастье в нас самих первую очередь хочу поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии вы оставляете под моими видео за вашу поддержку за то что вы слышите меня не только слушайте а слышите за то что вы доверяете мне проходите практики и я уже собираю потихонечку отзывы о практиках которые действительно рабочие все практики рабочие главное правильно их проходить и когда я получаю от вас сообщение что вы почувствовали вот эту разницу почувствовали как меняется ваше состояние как меняется ваше мировоззрение и вы становитесь счастливее для меня это бесценно и я благодарю за это вас ну и сегодня захотелось мне для вас планировала другую тему но вы знаете дело в том что я когда сажусь снимать для вас видео это мое вдохновение это такой запал это такое чувство я не могу вам передать обалденное чувство конечно но и вдруг ко мне пришла тема мечта моя далекая или близкая мы сегодня посмотрим к чему стремиться потом мы посмотрим есть ли у вас план вот или вы точно понимаете что вы хотите как вы хотите и что вам может помочь именно в достижении вашей цели или мечты знаете я во многих этих во многих книгах читаю что вот для меня например цель и мечта это одно и то же потому что поставив себе цель цель это моя мечта и я достигаю ее так же как и свою мечту так что мы сегодня рассмотрим все что касается цель цели и мечта и будет три позиции таро аркану таро телема и таро снов таро сновидений таро снов так что выбирайте свою позицию в конце как всегда будет три карты на исполнение желание из моей колоды вы ее уже видели и конечно же советы после каждой позиции я буду выкладывать из шепота природы вы его тоже видите каждый день практически вернее я меняю советы на день именно совет оракула но очень часто идут именно шепот природы так что вы выбирайте а я начинаю уберу я пока вторую и третью упал у меня упала моя феечка ничего мы ее поднимем я убираю вторую и третью и я начинаю с первой позиции ну что смотрим смотрим первый вопрос который мы посмотрим это к чему вам стремиться какая цель и к чему вам стремиться но я хочу вам сказать стремиться вам надо стремиться именно к тому чтобы быть уверенным в себе и уверенным в том что у вас это у вас получится все и именно вот это вот ощущение того что да я могу да у меня получится принесет вам и моральное и материальное удовлетворение я хочу сказать и не важно с чем связана ваша мечта и я еще выложу карту на эту тему ну а также я хочу вам сказать что то о чем вы на сегодняшний день мечтаете ваша цель она связана с другими людьми потому что я вижу из одной карты в другую я вижу я вижу что у некоторых из вас она связана с молодым человеком это рыцарь пентакли рыцарь пентакли это мужчина старше сорока очень серьезный очень серьезно подходит вот к любому своему деянию все что он делает он делает серьезно все к чему он подходит он подходит конструктивно и в тандеме с этим молодым человеком вам вы как бы быстрее сможете прийти к тому вот именно будете быстрее идти по пути достижения вашей цели вот так что а для и для но для некоторых из вас это еще может быть какой-то выбор я сейчас посмотрю дальше сейчас я в третьей карте открою полную картину к чему вам стремится и тут я вам расскажу все что я вижу по этому поводу ну да я вижу что у вас какой-то выбор но вы как бы вы должны сбалансировать ваши желания и ваши возможности из того что я вижу здесь а ваши возможности увеличатся именно если вы будете в тандеме если говорить о личных отношениях что я здесь вижу это или ваш мужчина или у вас на пороге вот мужчина которого я описала старше 40 темные волосы черные или карие глаза очень серьезный мужчина я хочу сказать что некоторые даже говорят что эти мужчины скучны но так как это рыцарь а все таки не король все равно в нем из того что я вижу дальше есть какая-то доля романтизма но тут все зависит только от вас и от вашего выбора и если говорить о личных отношениях то вы действительно выбрав этого молодого человека можете если ваша цель это именно личные отношения это именно как бы семья совместное проживание или начало отношений то тут действительно этот молодой человек очень вам подходит он подходит и для встреч и для того чтобы строить серьезные отношения но вы почему-то если он уже есть в вашей жизни вы почему-то еще колеблитесь сейчас мы посмотрим дальше и теперь мы посмотрим ресурсы средства но и кто тоже еще для может вам помочь для достижения вашей цели или вашего плана и может быть мы увидим дальше я дальше увижу картину именно из того что происходит здесь ну хочу вам сказать что да тут я точно вижу уже сразу по по личным отношениям у вас есть выбор у вас есть мужчина который чуть-чуть моложе он очень серьезный он действительно серьезными намерениями и с ним есть возможность построить серьезные отношения а также у вас есть еще один молодой человек это мужчина постарше но это мужчина не такой как вам сказать конструктивный не такой почему-то у меня когда дело касается пентакливых мужчин хотя у меня из моего опыта у меня разные пентакливые мужчины есть в общении они действительно абсолютно разные и есть и горячие есть и веселые есть и не совсем серьезные но именно когда мы говорим о масти пентакли именно о человеке этой масти он менее горячий он все равно менее заводной он в начале 10 раз обдумает потом он сделает но зато когда он делает уже он делает все досконально так а есть у вас еще один молодой человек он постарше он постарше он горячий у него наоборот он в начале делает а потом думает и он действительно очень-очень страстный человек с ним с ним вот что с ним я сейчас дальше посмотрю видите меня увело в личные отношения хотя я в принципе хотела сделать это как общим но это то что я вижу здесь поэтому я это озвучиваю если говорить о работе о карьере о бизнесе о всех других сферах я вам могу сказать что вам надо просто выбрать каким путем идти и в принципе оба пути для вас один путь это более медленный путь более конструктивный путь который будет включать в себя больше планирования второй путь это именно больше действий больше добиваться вот в первом пути у вас будет более спланированные действия здесь будут более хаотичные действия и дальше мы посмотрим что еще может помочь вам а потом я уже посмотрю что может помешать вам достичь вашей мечты какая она далекая и а в конце мы уже посмотрим далекая она или близкая но я вам хочу сказать что в принципе достижению вот для вас насколько я вижу все что происходит пока что на данный момент на то что я здесь вижу вам именно таких вот сильных усилий прилагать не надо этот молодой человек а если мы говорим просто об энергии этой карте он придаст оно будет происходить у вас именно как это энергично но с удовольствием потому что по следующей карте по настроению следующей карты я вижу что в принципе помочь вам может не вот схватиться за вожжи и держать ситуацию а помочь вам может именно вот именно планирование именно удовольствие которое вы будете получать от процесса достижения вашей цели получая удовольствие от достижения вашей цели вы ее приблизите к себе вражи давайте мы посмотрим еще что может помочь достижению вашей мечты близкой далекой но опять я вижу у вас выбор опять мы возвращаемся к личным отношениям в личных отношениях мои дорогие вам действительно вас перед вами стоит выбор выбирайте душой выбирайте именно вашими эмоциями не выбирайте конструктивно карты говорят о том что выбрать вам надо того кто вам по душе и того кто вас больше привлекает и дело в том что вы сами сделав выбор у вас не то что вы подстроитесь под того человека которого вы выберете у вас автоматически ваше состояние сонастроиться не подстроиться а сонастроиться с тем человеком которого вы выбрали главное выбирайте душой выбирайте именно настроением какое чувство вызывает у вас мысли об одном из мужчин и какое чувство вызывает у вас мысли о другом мужчине это если мы говорим о личных отношениях если мы говорим о других вещах вот о других мечтах то точно так же выбирайте все душой все что вот неважно какой сферы жизни это будет касаться выбирайте все душой вы знаете если говорить о здоровье то то кроме того что ваш выбор выздоравливать или нет вот тут я через всю вот ситуацию вижу именно что это только ваш выбор если действительно есть какой-то диагноз тут я вижу действительно очень два врача один помоложе он очень серьезный но он дело в том что он не бесплатный здесь я вижу что нужны будут какие-то вложения и в принципе из того что я вижу дальше вы можете выбрать у вас их будет два врача второй врач будет постарше и вот у него будут такие знаете я его вижу сейчас у него будут такие более порывистые действия и он будет довольно таки быстро и разговаривать и действовать но я вам хочу сказать что выбирать вам надо тоже тоже вот вашей интуиции и вашей душой вы подумайте об одном враче подумайте о другом и почувствуете да я знаю что для некоторых это не легко но тут просто идет история вашего выбора выбирайте душой и и партнеров и в бизнесе то же самое для бизнеса двое двое два партнера могут быть у вас выбирайте душой выбирайте тем как вы ощущаете себя так что выбор только ваш сейчас мы посмотрим еще что может помешать вам в достижении вашей цели или чего не хватает вам сегодня для достижения вашей цели но я хочу сказать если говорить о личных отношениях опять же у меня идет линия здесь личных отношений она продолжается если говорить о личных отношениях вам не хватает чувственности вам не хватает открытости я еще могу понять для тех кто загадал эту позицию у вас ссора разрыв расставания или развод вы закрыты вы хотите открыться но боитесь из-за прошлого опыта из-за того что произошло раньше вы боитесь открыться и поэтому у вас не хватает этой чувственности по отношению к вашему партнеру и если говорить если вы в паре и у вас сейчас возник выбор вы вам действительно вы без того чтобы открыть себя чувством вы не можете действительно достичь вот этой полно пол вашей цели в полной мере если мы говорим об отношениях насчет бизнеса тоже если у вас партнер мужчина именно в бизнесе вы себя позиционируете на сегодняшний день такой вот знаете как железной леди но тут именно в отношениях партнерских отношениях в бизнесе делегируйте железность вашему партнеру в бизнесе делегируйте и тогда потому что вот это вот осознание того что вот только я только я так как я сделаю никто не сделает вы знаете я сама была такая поэтому я знаю что это такое вот это осознание оно вам мешает оно мешает достичь вашей цели оно мешает вам идти вперед давайте посмотрим что еще мешает но мешает вам то что вы слишком зациклены на этом вы не я же говорю вы не можете сделать выбор и вы слишком кропотливо к этому подходите вы подходите к этому всему даже к отношениям к бизнесу к работе вы знаете я все время говорю когда ты подходишь к любой сфере своей жизни как к творчеству тогда все проходит без сучка и задоринки как только ты начинаешь относиться к этому как к работе оно тут же начинает стопориться вы поверьте мне даже у меня вот я когда открыла канал вот и какой-то в какой-то момент я почувствовал что я отношусь к этому как к работе что вот снимать видео это как работа для меня тут же тут же вы знаете и количество часов просмотра начало падать и количество подписчиков не добавлялось так как обычно вот как как я начала канал и я поняла нет мне нужна какая-то перезагрузка это кстати было перед моим днем рождения у меня очень часто идет вот такое перенаправление энергии перед моим днем рождения и я иногда чувствую спады и я переждала я позанималась еще собой я подумала я села и решила чего вот я хочу именно и поняла что я хочу именно помогать вам сколько там этих подписчиков добавилось не добавилось сколько часов просмотра добавилось я просто перестала на это все смотреть я сижу сижу стою работаю я делаю все именно для того чтобы помочь вам вот чем я могу и вы не поверите и мое отношение изменилось и состояние изменилось и вот все как оно идет тоже изменилось нашлись пути нашлись идеи нашлись цели я не могла идеи найти в какой-то момент так вот здесь я вижу что мешает вам отсутствие творческой жилки и творческого подхода а творческий подход должен быть ко всему давайте еще посмотрим ну да у вас знаете вы такое ощущение я опять смотрю через всю позицию вы мечетесь вы вы хотите знаете как вы хотите и того и другого и все сразу и не можете выбрать чего же вы хотите больше вы хотите обоих мужчин и вы не можете понять какого из них вы хотите больше и точно так же это все срабатывает во всех других сферах ну в здоровье я хочу вам сказать что да действительно вам надо открыться выздоровлению и я все таки из того что я вижу склоняюсь больше уже увидев всю ситуацию склоняюсь больше к более молодому врачу да это будет не дешевле ну как бы это будет платное лечение но оно быстрее приведет вас именно к но вашему результату который вы хотите вот а во всех остальных сферах вам действительно надо сделать выбор выбор и это только ваш выбор и вы можете сделать его только вашей душой вашими чувствами вашей интуицией ну и давайте мы посмотрим я беру месяц вы можете загадать ваш срок какой вы хотите сбудется ли ваша мечта достигнете ли его вашей мечты в ближайший месяц ну и потом будет карта дня что собственно сделать для того чтобы быстрее достичь вашей мечты ну что смотрим что произойдет через месяц ну будете праздновать через месяц что-то как же интересно 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 это все смотрите да через месяц у вас есть все шансы достичь вашей цели и знаете вот достичь цели и начать что-то еще даже потому что из того что я вижу здесь что вы через месяц будете что-то праздновать через месяц у вас будет вот счастье радость удовольствие и знаете как вы достигнете этого и тут же но это правильно вы знаете и тут же вы начнете идти дальше мы смотрим именно вот сбудется ли ваша мечта через месяц я вам хочу сказать что если вы сделаете то что так как я вам посоветовала вы сделаете выбор отпустите немножечко ситуацию начнете получать удовольствие от ситуации будете относиться к этому творчески то у вас есть все ресурсы и все возможности через месяц получить самый наилучший результат именно достижение вашей мечты и еще и отпраздновать его вот так интересно ваша мечта близкая я же говорю мечта моя близкая или далекая вот ваша мечта близкая и у вас есть все для того чтобы ваша мечта сбылась в течение месяца ну максимум через месяц я вам хочу сказать что даже по всем картам вот даже по срокам она дает мне даже меньше месяца по срокам дает так что дерзайте прислушивайтесь отпускайте и выбирайте выбор только ваш ну посмотрим что скажет нам шепот природы как еще вы что еще вы можете сделать ну я вам хочу сказать это увеличьте свои позитивные эмоции вот это то о чем я говорю что выбирайте именно сердцем выбирайте удовольствием выбирайте именно интуиции она вас никогда не подведет и конечно же позитивными мыслями и позитивными эмоциями вот такая интересная первая позиция все в ваших руках мои дорогие прекрасная первая позиция я вам от всей души желаю чтобы все это вошло в вашу жизнь все это счастье переходите в конец видео там будет карта на исполнение желаний а я перехожу ко второй позиции и посмотрим по второй позиции сейчас где ваша мечта близко ли далеко ли ну что смотрим смотрим ой карты скачут выскакивают они просто выскакивают из рук хотят разговаривать ну что давайте посмотрим к чему стремиться и что же у вас за кстати картер говорят мне о ваших мечтах о том о чем вы мечтаете к чему стремиться посмотрим вам стремиться к изменениям вам стремиться вот такое ощущение что те кто загадали вторую позицию вы ждете каких-то изменений вы некоторые из вас я вам хочу сказать вы ждете какой-то поездки вы ждете какого-то переезда вы ждете чтобы что-то изменилось в вашей жизни вы знаете как перемен вы жаждете перемен я вижу давайте посмотрим еще к чему стремиться но вам надо смотрите для того чтобы у вас произошли эти перемены вам надо что-то оставить в прошлом это карта перерождения это карта очищения эта карта говорит о том что вот все ваши перемены которых вы жаждете произойдут в тот момент когда вы избавитесь от чего-то что вам мешает вот здесь я и вижу что вы хотите каких-то изменений и вам что-то мешает чтобы эти изменения произошли чтобы ваши мечты начали сбываться чтобы ваши цели начали чтобы вы ближе подошли к достижению ваших целей но у вас по второй позиции для того чтобы это произошло вам обязательно надо от чего-то избавляться вас что-то держит и то что вас держит это уже давно отжившее и ненужное вам вам вот действительно я не знаю сейчас я выложу еще одну карту может она даст мне прояснение что же от чего же вам надо избавиться что же вам надо отпустить для того чтобы вы как бы быстрее начали двигаться в сторону вашей цели потому что тут мы смотрим к чему стремиться из того что я вижу нужно стремиться к переменам путем очищения от чего-то путем отпускания чего-то в прошлое и освобождение своей энергии да что-то вот сейчас я вижу вам надо что-то действительно у вас есть какие-то прошлые дела прошлые опыты прошлые ситуации которые вы хотите изменить и тут я же говорю тут уже мечта действительно ваша мечта освободиться от чего-то в прошлом и вы очень часто об этом думаете и часто о чем-то сожалеете давайте я все-таки ну сейчас мы будем смотреть дальше я думаю я еще увижу картину я увижу продолжение картин я здесь уже вижу очень много я вижу для некоторых из вас опять я вижу личные отношения вы знаете ну не могу их обойти потому что я вижу это те кто загадывают позиции это ваши мысли это ваши желания это ваши мечты это ваши цели я вам хочу сказать что вы хотите каких-то перемен в отношениях и вы все время вспоминаете в прошлом у вас было все хорошо потом что-то произошло что сделало вот это эти отношения как будто бы вы знаете пыл поворот на 180 градусов для некоторых из вас и вы не понимаете что происходит и все время вас возвращает в прошлое а в настоящем не происходит перемен к лучшему я вижу здесь вот вот так для того чтобы ваше вот если в прошлом было все хорошо сядьте и попытайтесь осознать что же такого происходило в прошлом что так было хорошо именно в ваших внутренних ощущениях потому что мир начинается с вас мы ни в коем случае не можем поменять другого человека мы можем поменять только мы даже себя не можем поменять но мы можем поменять отношения к ситуации мы можем поменять наши привычки мы можем очистить себя от негатива тем самым высвободив тонну позитивной энергии которая тут же привнесет в нашу жизнь те изменения которых мы хотим ну что поехали дальше я увижу если я не увижу ситуацию я буду выкладывать еще дополнительные карты ну давайте посмотрим ресурсы при помощи чего вы можете достигнуть ваших целей успокоение 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 отпускание ситуации знаете вот взгляд в себя опять я же говорю вот тут я опять дальше вижу что вот взглянув в себя и поняв что вызвало вот ту ситуацию и от чего бы вам надо избавиться для того чтобы опять же я всегда говорю я если говорить об отношениях то я считаю что отношения надо не возвращать а изменять если вы все таки хотите быть с определенным человеком вы должны изменить свое отношение к этому человеку и полностью если были какие-то негативные опыты простить отпустить именно вот все прошлое и вот начинать с человеком отношения с чистого листа с белого листа так вот здесь идет вот эта история что вам надо действительно успокоиться и понять от чего же вам надо избавиться для того чтобы действительно достичь вашей цели и тут я не и это касается любой сферы вашей жизни если это у вас в бизнесе вы знаете у вас были какие-то былые победы потом что-то произошло в вашем бизнесе и вы все время вспоминаете и хотите этих перемен но эти перемены не наступают подумайте о том что произошло между тем моментом когда было все хорошо и тем моментом когда вы не удовлетворены сейчас потому что тут действительно что-то произошло именно в отношении к бизнесу а не в самом бизнесе и я вам хочу сказать вот по четверке мечей вы просто должны вот она я вообще говорю это карта медитации она меня всегда успокаивает и я говорю что вы должны успокоиться потому что вы сейчас я чувствую под вот этим натиском напором воспоминаний и жажды перемен которые не наступают и только спокойствие и анализ ситуации и изменение своего отношения к ситуации могут помочь вам найти вот этот выход и это поможет вам приблизиться к вашей мечте к вашей цели если дело касается здоровья то же самое мои дорогие вы должны успокоиться и поверить я даже чувствую что кто-то из тех кто загадал вторую позицию у вас действительно есть какие-то неполадки со здоровьем и ваше неверие что вы что возможно полное выздоровление мешает вам оно держит ваше выздоровление вот вам надо отпустить ваше ваше сомнение ваше неверие раздражение тем как вы себя чувствуете вам это все надо отпустить и тогда ваши перемены начнут происходить со скоростью света в лучшую сторону давайте посмотрим еще что может вам помочь в достижении целей ну действительно вот это вот осознание что все это возможно что все в ваших руках осознание что очищение и успокоение принесет вам именно все что вы всего что о чем вы мечтаете все чего вы хотите это может вам помочь ваше успокоение и правильный подход именно к достижению цели и правильный подход к мечте правильно мечтать ведь давно уже доказано что усилиями вы меньше достигнете чем правильными мыслями иногда вещи происходят сами собой когда мы правильно мыслим когда мы правильные чувства испытываем когда мы вкладываем именно в наш в результат вкладываем чувства в результат вкладываем мысли тогда она начинает происходить само собой нам только надо передвигать ноги нет действовать надо вы вы уж простите действовать надо даже встать попить кофе надо встать надо подойти надо заварить этот кофе правильно то же самое здесь Но мы это делаем не сознательно. Мы же не хватаемся за эту чашку и не хватаемся за эту банку кофе. Мы спокойно идем и автоматом это делаем. Так вот, таким же образом можно достигать всего. Это именно как формула со спокойствием и с уверенностью, что это мое. Помочь вам может еще уверенность и осознание того, что да, оно все вам доступно. Давайте посмотрим еще. И вы знаете, что еще я здесь вижу? Некоторые из вас перефразируйте свое желание. Перефразируйте свою мечту. Перефразируйте свою цель. Как загадывать, как планировать желание? Я иногда еще забываю. Я все время в своих видео говорю. Мы не загадываем желания. Мы их планируем. Но есть же формулировка желаний. Есть видео у меня на канале, как правильно ставить цели и формулировать желания. А также я сейчас в инстаграме. Я ссылочку на мой инстаграм вставлю под видео. Вы сможете зайти в мой инстаграм. И там вы увидите очень много интересного. Очень много именно вот таких конструктивных тем, в которых я освещаю на бумаге. Можно сказать, это посты. И вы в постах сможете именно прочитать, как правильно формулировать желание. Это должно быть настоящее время. Без частицы «не», без «хочу». Начинаться с местоимения «я», потому что оно должно касаться только вас. Даже если вы хотите запланировать желание, связанное с другим человеком, вы можете сказать, вот, например, Я наслаждаюсь прекрасными гармоничными семейными отношениями с Васей, Петей. Ну, это уже имя вы подставляете так же. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть автомобиль такой-то марки, такого-то цвета, такого-то года. Я наслаждаюсь тем, что я работаю. Если у вас есть именно место работы, где вы хотите работать, вы точно так же пишите. Вообще, я говорю, желание писать. Их не просто надо планировать. Желание надо писать. Когда вы пишете желание, ваше подсознание лучше его воспринимает. Так что, тут я, по-моему, уже очень много рассказала. Сейчас мы посмотрим, что вам может помешать. Ну, и, конечно, возможный итог в течение месяца. Посмотрим, что может вам помешать. Помешать вам можно... Сейчас я уже выложу все карты, потому что у меня уже несет. Вот. Вы знаете, помешать вам может излишняя закрытость. Помешать. Вот тут я и вижу, что вы закрыты, что вы не верите, что то, что вы... Даже вот вы сейчас загадали позицию. Вы загадали вторую позицию, значит, у вас есть какая-то мечта, есть какая-то цель. Но вы закрыты от этой мечты, от этой цели. Вы считаете, что что бы вы ни делали, эта цель будет недостижима для вас. Вы считаете, что это действительно как далекая звезда, и она вам недоступна. И вам это очень мешает. У вас идет, знаете, вот этот вот сбой между закрытостью и между излишней чувствительностью. Но чувствительность, вот излишние эмоции, которые вы выкидываете, не в том русло. Ваши эмоции не идут в то русло. Вы или, знаете, у вас идет такое, как взрывы. Я сейчас вижу такие, как взрывы эмоций, но почему-то я не вижу взрывы позитивных эмоций. И это вам мешает. Вам мешает недоверие к самому себе и недоверие, давайте так, прямо скажу, недоверие к Вселенной, к Высшим Силам. Вы не верите, что мир дуален. Некоторые из вас, это не все, но некоторые из вас, вы не верите, что мир дуален. Вы не верите, что звезды достижимы. Но когда мы говорим звезды, я не имею в виду звезду с неба физически. Я имею в виду, именно звезда это мечта. И вам мешает то, что вы направляете вашу энергию и ваши чувства, ваши эмоции в неправильное русло. Вы ждете перемен, но вы не открываетесь именно позитивным переменам. Вы не освобождаетесь от того, что мешает вам. И свою энергию вы почему-то отдаете именно тому, от чего вам надо избавиться. И все ваши чувства идут туда. Они просто, вот простите за такое слово, тупо уходят в никуда. И они просто вас обесточивают. И это вам мешает, это мешает достижению вашей цели. Вот это успокоение и настрой на позитивный результат и высвобождение вашей энергии именно в положительное, в позитивное русло может вам помочь. А вот мешает вам недостаток этого. Ну и давайте посмотрим. Я выбираю месяц. Советов я вам уже дала кучу. А вы выбирайте свои сроки. Одна как-то. Наверное, надо было ее выложить. Но нет. Это был иерофант. Говорит об обучении. Я имею в виду, что вам надо этому всему научиться. Это я уже поняла. Давайте посмотрим. Месяц. Я беру месяц. Что произойдет через месяц. Достигнете ли вы своей мечты через месяц или своей цели. Ну и все, что будет связано с этим. Вы знаете, все в ваших руках. Это ваш выбор. Сейчас я еще одну карту выложу. Да. Да, мои дорогие. Карты говорят. Такие хорошие карты на итог вышли. Посмотрите. Двойка Жезлов. Сила и Солнце. Те, кто знают имена Таро, вы поймете, что это одни из самых лучших карт в колоде. Потому что двойка Жезлов говорит о том, что все у вас в ваших руках. Что это ваш выбор. Достичь этого или нет. Сила тоже говорит, что если вы включите вашу мудрость, если вы откроетесь, если вы поймете, вот мне хочется сказать мироздание. Если вы поймете, что действительно все в ваших руках и перенаправите вашу энергию в положительное русло, оставив в прошлом весь негатив, который может быть. Вас ждет Солнце. А Солнце это счастье, радость, удовольствие. Вас ждет достижение всех ваших целей. Для вас это реально. Я взяла месяц. Для вас это будет тот срок, который загадали вы. Ну и конечно, я все-таки спрошу у Шепота природы, что же еще он посоветует. Может быть он даст какой-то другой совет вам. Потому что я-то советую из картинок, которые я вижу, а мы посмотрим именно из карты, которая выпадет, какой совет даст вам Шепот природы. Хотя я вижу, что все в вас, все в ваших руках. И вам все доступно. Как в принципе каждому из нас, но тут уже выбор только наш. Ну что, опять вижу. Будьте нежны с собой. Будьте нежны с собой. Щадите себя. А щадите себя имеется в виду, что не поддавайтесь тому, что вызывают у вас негативные эмоции. Не поддавайтесь прошлому, если это прошлое негативно. Не поддавайтесь тому, что не вызывает у вас вдохновение. Освободитесь от этого всего. И освобождение от того, что вам мешает, даст вам вот это ощущение спокойствия. Это ощущение силы. И это ощущение того, что вам все доступно. Вот такой. Такая интересная позиция. Я благодарю Таро Телема. Я благодарю Шепот Природы. Переходите, пожалуйста, в конец видео. Там будет карта на исполнение желаний. А я перехожу к третьей позиции. Ну что, третья позиция. Таро Сновидений. Это колода, в которой есть дворцы и дерево жизни. Такая она интересная, жестковатая, но очень информативная и глубоко показывает ситуацию. Давайте посмотрим, к чему вам стремиться и к чему вы как. Что вы уже поняли, как я подхожу к раскладу. Поэтому смотрим. К действиям вам стремиться. Стремиться действовать. Стремиться именно к достижению чего-то. Вам вы на сегодняшний день немножечко пассивны именно в отношении вашей мечты или вашей цели. И вас призывают именно к действиям и к действиям, которые будут уверенными. К уверенности в себе. Потому что на сегодняшний день я вижу, что вы не совсем уверены в себе и не совсем уверены. Некоторые из вас даже не уверены в том, ваша ли это цель, ваша ли это мечта. Кстати, для тех, кто не уверен в этом, это другой расклад, это другой подход. Но я могу вам сказать, просто осознайте, действительно ли вы этого хотите. Я смотрю дальше. Если я что-то увижу именно вот в этом ракурсе, я вам скажу. Вы на сегодняшний день, знаете, вот все делаете очень размеренно и очень довольно-таки медленно. И почему вы именно загадали эту третью позицию? Те, кто загадал третью позицию, вам не хватает какого-то пыла, какой-то искры. И вам не хватает чего-то, что двигало бы вас вперед именно к достижению вашей цели. Но не путем, как я говорю, не машите шашками, не машите посохами. Ну это жезлы. А именно достижение вашей цели при помощи того, что вы чувствуете. Именно ваши ощущения на сегодняшний день, они немножко замедлены, и вы еще решаете, ринутся ли вам в бой или нет. А стремиться для, вот если вы действительно хотите достичь цели, это для тех, чья цель это действительно, и вы этого хотите. Вот это ваша мечта. Вот, и вы хотите ее приблизить, вам надо выйти из зоны комфорта и действительно начать делать то, что вы не делали раньше для достижения вашей мечты, для достижения вашей цели. А для тех, кто загадал эту позицию, вы действительно чувствуете, что это не совсем ваша мечта, не совсем ваша цель, тут эта карта говорит о другом. Тут эта карта говорит о том, что вам действительно надо проявить терпение и более скурпулезно войти именно, ну понять для себя, чего же вы хотите. Тут некоторые из вас, кто загадали третью позицию, вы сами не, вы знаете, они сами не знают, чего они хочут. Вот, простите, у меня так пришло, иногда у меня эти выражения идут, я так никогда не разговариваю, значит это идет от кого-то из вас. И вам действительно надо понять, ваша ли это цель, ваша ли это мечта, хотите ли вы действительно этого. А если даже действительно этого хотите, вот нужна какая-то специфика. Если это машина, то какая-то, вот знаете, как-то специфики больше, конкретики больше. Именно включите ваш, сделайте себе мозговой штурм и посмотрите, что действительно вас вдохновляет, что действительно вы хотите, к чему действительно вы хотите стремиться. И тогда только вы поймете, как вам действовать. И тогда, да, нужны действия и уверенность. Для тех, кто, я сказала, для тех, наверное, повторяюсь, простите, для тех, кто точно знает, что это ваша цель, что это ваша мечта, у вас, вам нужно выйти из зоны комфорта. И нужно именно прибавить уверенности в себе и осознать, что только человек уверенный в себе. Только если вы уверены, что этого вы можете достичь, а достичь вы можете всего того, что вам пришло в голову, нормальному человеку ничего не придет в голову, чего он не может достичь. Даже если на сегодняшний день эта мечта для вас кажется несбыточной. Тут я еще вижу и эту ситуацию. Ну, еще одну карту выложу по первому вопросу. Да. Да, да, да. Вот еще раз говорит о том, что вам надо выходить из зоны комфорта и просто действовать. Вы знаете, как тут еще есть такая тема прошла. Глаза боятся, а руки делают. Так вот, тут я вижу, что некоторые из вас не совсем верят. У некоторых это не ваша мечта. А некоторые из вас именно что-то запланировали, о чем-то подумали. Тот, кто загадал третью позицию, это третья уже позиция. Вы не совсем на сегодняшний день понимаете, как это может произойти. Вам кажется, она несбыточной. Первое, что я хочу вам сказать, правильными мыслями и уверенностью в том, что это произойдет. И концентрацией на результате вы очень приблизите себя к цели, вы очень приблизите себя к мечте. Сценарий, тут еще я вижу такую ситуацию, что вы пытаетесь просчитать, каким образом все произойдет. И вы знаете, это уже не важно, на каком уровне вы запланировали, загадали, на каком уровне, в какой сфере жизни. Вы не в какой... планируя свою цель, планируя свою мечту, планируя свое желание, вы никогда не можете знать, каким образом это все произойдет. Даже если у вас есть бизнес-план, бизнес-план это очень хорошо, именно чтобы вы знали, к чему вам стремиться. Но вот даже когда вы будете работать по своему бизнес-плану, очень часто в процессе работы вы увидите, что лучше пойти не так, как вы запланировали. Вас вот приведет вселенная к тому, что лучше пойти другим путем. И это принесет больше результата, и это ближе приблизит вас к цели. Так вот тут я хочу сказать, да, действуйте. Но действуйте не так, как вы бы действовали вчера. Найдите какой-то... не найдите, а подумайте именно с точки зрения результата. Почувствуйте этот результат, которого вы хотите достичь. И только тогда вот вас действительно, ваше подсознание, высшие силы, вселенная, мир, называйте это как хотите, оно вас поведет правильным путем и покажет вам действительно, где проявлять усилия, но не махать шашкой и жезлами. Чтобы не делать это впустую, чтобы действительно идти уверенным путем. Вот я вам рассказала. И это зависит от всех сфер жизни. Тут я, честно вам сказать, вижу больше. Здесь я больше вижу не личные отношения, а вижу больше именно работу, карьеру, бизнес и материальные ценности. В этом... в этой позиции. Так что, а если говорить об отношениях, вот тут я вам сказала бы немножко больше терпения и немножечко меньше пыла. И то, если вы запланировали что-то и ваша цель что-то связанное с личными отношениями, тут да, тут действительно, я бы вам сказала, успокоиться, не, знаете, не добиваться. Вот, вот лишь в отношениях, оно, вы знаете, когда дело касается работы, карьеры, бизнеса, материальных ценностей, то да, там нужно достигать, там нужно больше усилий как бы прилагать. А вот когда дело касается личных отношений, чем больше усилий вы приложите, тем меньше будет выхлоп. Тут вам надо включить действительно вот этот умеренность. Умеренно все должно быть умеренно, все должно быть сбалансировано. Особенно, если вы женщина, вот если вы мужчина, еще кое-как и то, вы не заинтересуете, не всегда вы заинтересуете женщину своим напором. Все равно надо включать смекалку, надо немножко иногда нажимать на тормоза и увлекать женщину не напором, а вот как мне приходит, чувством юбора. Интеллектом. Вы знаете, что очень многие женщины высоко ценят мужской интеллект, очень высоко ценят, когда мужчина смекалистый, когда мужчина с чувством юмора. Вот это больше даже ценит женщина, чем иногда напористость. Хотя мы любим, когда нас добиваются, но в меру. Вот что я могу вам сказать из того, что я вижу. Ну а теперь ресурсы, средства достижения, что может помочь в достижении вашей мечты, вашей цели и исполнении вашего желания. Это для меня все одно и то же. Посмотрим, что может вам помочь. Так, еще одна карта нужна, потому что не вижу полной истории. Дело в том, что из того, что я вижу здесь, вы хотите действовать, вы не уверены в себе и вы не можете... Вы ищете выход, но вы его не ищете там. Знаете, как вот окно закрыто, вы не видите, что открыта форточка. Вы, вам, кстати, некоторым из вас еще и не хватает каких-то... Если вы собрались открывать свой бизнес, для тех, кто собрался открывать свой бизнес, то вам не хватает материальных средств. Вы не можете найти, вы не можете понять, каким образом и где найти вам эти материальные средства. И вы уже готовы, вот для некоторых из вас, я вот вижу, вот эта вот неуверенность, вот это вот стремление надавить. С одной стороны, вы хотите надавить, с другой стороны, из-за того, что вы хотите строить свой сценарий, вы уже готовы кинуть все, обнулить и отдаться, знаете, как отдаться отчаянию. Вот, так что помочь вам может именно ваш интеллект, а у вас он есть, помочь вам может именно его использование. Как я говорю, откройте глазки и откройте душу, и вы найдете ответ на все ваши вопросы, и вы увидите, куда идти. Вот тут говорит об этом, вот что вам может помочь. Именно открытие глаз, включение интеллекта, и ни в коем случае не позволяйте себе отступать. Но не делайте это именно с точки зрения силы, делайте это с точки зрения именно вдохновения, вдохновения. С точки зрения подхода ко всему процессу исполнения вашего желания, достижения вашей цели, достижения вашей мечты, именно с творческим подходом, с более наивным подходом. Вот тут я и говорю, концентрируйтесь на конечном результате, перестаньте, избавьтесь от желания контролировать все. Откройте творческий процесс. Именно вот я вижу здесь, что да, вам нужны будут действия, но эти действия должны прийти только тогда, когда эти действия придут изнутри. Не искусственно создавать вот эту вот, вы знаете, у меня еще такое чувство, что вот тут какое-то искусственное создание движений, которые бессмысленны. Они вам не помогают, поможет вам вот именно включение вашей уверенности, включение вот вашего интеллекта и осознания того, что все достичь можно легче. А как это понять? Вы можете только понять это, открывшись, посмотрев на ситуацию с новой стороны, посмотрев на ситуацию более открытыми глазами и открытой душой, а не именно вот с позиции силы. Это может вам помочь. Ну, сейчас мы посмотрим, что мешает, что может помешать вам. В достижении вашей цели и приближении вашей мечты. Опять вот вижу, уже не первая позиция. Я вижу, что именно мешает вам отсутствие вот этой вот творческой жилки. Как я, вот это идет продолжение вот того, что я сказала выше. Но оно идет в более глубоком. Дело в том, что вы, даже если вы запланировали, если ваша цель, ваша мечта это материальные ценности, то вы все равно не можете ситуацию держать в уздах. Вы не можете контролировать все ситуации. Первое, что я тут вижу, вы должны отпустить ситуацию и посмотреть на ситуацию с другой стороны и открыться. Если это личные отношения, я опять вижу, что вы закрыты от вашего партнера или вашей партнерши. Вот почему, вот если это ваш визави пытается вас достучаться до вас, а вы от него закрыты, и это вам мешает. Вы сами хотите вот этой открытости, вы сами хотите разрубить все эти препятствия, вы сами хотите этого делать, но вы почему-то не открываетесь. Вы почему-то тяжело, не видите вот этого выхода, выхлопа, и вам мешает вот эта закрытость. Откройтесь, почувствуйте, 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 что вам все доступно, почувствуйте, что все препятствия на вашем пути уходят, почувствуйте, что вы, все, чего вы хотите достичь, это именно принесет вам счастье, радость, удовольствие. У меня такое чувство, что для некоторых из вас вы что-то, я же говорю, для некоторых из вас вы что-то загадали, или что-то запланировали, что не совсем ваше, или вы не совсем понимаете, как этого достигнуть, и в то же время вы не открываетесь пространству вариантов. Это вот мой любимый Зеланд, который действительно очень хорошо это все описывает, а я пытаюсь вам, мне взяло пять раз прочитать Зеланда для того, чтобы я действительно поняла, чего же книга от меня хочет, и это взяло несколько лет, потому что чем больше я прорабатывала себя, тем ближе было мне то, о чем пишет Вадим Зеланд, я не буду его книгу здесь рекламировать для тех, кому интересно, вы можете найти это в свободном доступе в интернете. Так вот, я вам хочу сказать, что вы закрываете от себя пространство вариантов тем, что вы думаете, что достичь этого можно каким-то определенным путем, и закрывшись от всех остальных путей. Дело в том, что у вас из того, что я здесь вижу, огромное количество вариантов достижения вашей цели с прекрасным результатом, с результатом, который принесет вам такое количество радости, энергии, прорыва, даже если это что-то связанное с работой, с бизнесом, оно вам принесет огромное количество энергии, прорыва, удовольствия и счастья, но мешает вам то, что вы на сегодняшний день по какой-то причине себя закрываете и включаете, вы знаете, вам кажется, что только со здравым смыслом, вот тут я еще вижу ситуацию, что вы думаете, что только здравым смыслом можно чего-то достигнуть, а ваша ситуация требует, ваша ситуация требует именно творческого подхода к ней, и тут я именно вижу, что если вы действительно осознаете, что, ну надо же, вот я хочу машину, я хочу вот такую машину, вот такой, такой автомобиль, вот, и вы будете просто, знаете, сидеть, улыбаться и представлять себя за рулем этого автомобиля и чувствовать запах этой, я не знаю, я не люблю кожаные сидения, например, хотя я знаю, что дорогие машины все с кожаными сидениями, но я всегда себе заказываю без, не люблю я кожаные сидения, они сильно нагреваются, сильно охлаждаются, вот, так вот, представьте себя за рулем этого автомобиля, как пахнет салон, как вы держитесь за этот руль, какие удобные сидения, в голове даже подвигайте, знаете, вот сейчас же в новых машинах оно все идет электрическое, если вы мечтаете об отношениях, вот, и у вас даже есть мужчина, с которым вы, точно, вот, мужчина, с которым вы хотите этих отношений, просто сядьте, улыбнитесь и представьте себе, как он вас обнимает, как он вас целует, как он вам цветы дарит, как он говорит вам слова любви, вот это творческий подход, и это лучше любых действий, поверьте, вот все ваши вот эти вот стучания в закрытую дверь, они не приносят результата, а вот это вот две минуты вашего времени, и какое-то время, конечно, какое-то время вам придется это делать, но вы буквально через короткий срок увидите столько изменений в вашей жизни, что не только машина, не только отношения, а все остальные сферы будут подтягиваться, ну и давайте я много говорю, надеюсь, по делу, вот, ну и давайте мы посмотрим, я выбираю месяц, а вы выбирайте тот срок, который хотите вы, достигнете ли вы результата, и какие еще, да, мои дорогие, чувствую, что, ууу, конечно, смотрите, особенно если ваше желание касается материальных ценностей, касается бизнеса, касается работы, то я тут вижу, что да, в течение месяца, вы, если даже полностью, ну по звезде, звезда, в принципе, довольно медленная карта, но я дала же срок сама, карты не быстрые здесь, но даже если через месяц не будет полного результата, то произойдут такие изменения, в которых вы уже точно увидите, что результат рядом, единственное, что могу посоветовать, не останавливайтесь за секунду до результата, потому что я могу сказать, знаю некоторых людей, что вот иногда говорят месяц, прошел 31 день, все, на 32 день ничего не исполнилось, все полностью кидает, у некоторых я знаю, что на 33 день происходит, образно говоря, и говорят, ну надо же, так вот, при всем при том, отпускайте ситуацию, и относитесь к ситуации именно, вот, творчески, ну что я могу вам сказать, для тех, у кого отношения, кто загадывал по отношениям, то, если это ваш мужчина старше 45, темненький шатен, от светлого до темного, с темненький, с карими или черными глазами, хотя у меня есть короли монет, это пентакли монеты, есть разные, но здесь он вообще шатен с темными глазами в этой колоде, очень интересный, я даже по энергетике вижу, что он серьезный, так вот, у вас есть возможность, если это ваш мужчина, мужчина, то у вас произойдет переход на другой уровень отношений, а если это, смотрите, тут еще что я вижу, если это ваш муж, и вы загадали какое-то что-то, какая-то мечта, какая-то цель у вас совместная, то да, если даже не полностью, то вот, например, если вы вот загадали автомобиль, что вы хотите автомобиль, и через месяц вы уже будете знать точно, какой автомобиль, у вас уже будет достаточное количество средств для этого автомобиля, вы, может быть, только должны будете еще подписать документы, именно для того, чтобы его приобрести, для того, чтобы, ну, уже сесть за руль этого автомобиля, если бизнес, то бизнес через месяц начнет приносить вам доход, ваш качество и уровень вашего бизнеса вырастут через месяц, и если даже это не будет вот полностью, чего вы хотите, для некоторых я даже вижу, что вы через месяц достигнете, у вас возьмет даже меньше месяца достигнуть вот именно то, о чем вы мечтаете сейчас, и вы даже пойдете дальше, и это все будет приходить, приходить и приходить, потому что я вижу, да, через месяц вы практически достигнете своей цели, мечта ваша близкая, вы знаете, я название даю, мечта моя близкая, далекая, ну, вот, и уже третья позиция, и мечта, в принципе, близкая, тут немножко подальше, по той простой причине, что по этим картам через месяц может быть не полный результат. Ну, и давайте посмотрим, что еще нам шепот природы посоветует. Надеюсь, будет конструктивное решение. Ну, тоже хорошая позиция, много. Я вам хочу сказать, у меня такое ощущение, что к тому моменту, когда я выкладывала вот эти карты на итог в течение месяца, у вас уже что-то поменялось в мышлении, и вы начали понимать, надеюсь, что это так, что вы начали понимать, как вам действовать, и что же вам, собственно говоря, делать, и поэтому наши финальные карты вышли такие положительные, такие позитивные, и такие конструктивные, вы знаете, по пентаклям, по монетам, это все, я всегда говорю, железобетонно. Ну, что, посмотрим. Ну, я вам хочу сказать, это говорит об урожае, это говорит, это говорит об обильный урожай, карта. Карта обильного урожая, которая говорит о том, что, да, все возможно, и возможно, чтобы в загаданный вами срок вы получили вот этот урожай, вы посеяли семена, вы будете действительно идти к этому, и вы пожнете ваш урожай, вы снимете ваш урожай, которого вы достойны. Вот такая интересная третья позиция, как интересно карты вывели именно на то, что вы хотите, так как я не могла найти троечку. Вот такие прекрасные три позиции. Кстати, действительно, позиции прекрасные, и я благодарю все три колоды. Телема, Арканум и Таро. Сновидение я благодарю. Ну, а сейчас я выложу три карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает, поэтому планируйте, мои хорошие. Давно я не делала таких раскладов, так, скучала по ним, но я, когда именно такие, эти, такие расклады я делаю только по вдохновению. Я не делаю эти расклады вот просто по плану. Если я когда-то, я же вам рассказывала уже, по-моему, я в первой позиции рассказывала, что, когда я начала подходить к этому вот по плану, то мне стало нелегко. А как только я опять включилась в творчество, и для меня это действительно творческий процесс, и мне кажется, что я лучше читаю информацию из Селены, когда я действительно вдохновлена. Вот, вдохновение это сильная вещь. Ну, что, мои дорогие, запланировали свои желания? Выкладываем. Выкладываем. И выкладываем. Три позиции. Я начинаю с первой позиции. Смотрим. Исполнится ли ваше желание? В ближайшие месяцы. Вот, не знаю. По первой позиции тоже было исполнение желаний в загаданный вами срок. Так что ваше желание исполнится в ближайшие месяцы. Посмотрите, какая карта. Ну, это я хвастаюсь. Извините, я хвастаюсь, потому что я сама делала дизайн этих карт. И мне они, конечно же, очень нравятся, потому что делала я то, что я чувствую. Вторая позиция. Смотрим. Вас ждет процветание, мои дорогие. Прекрасно. Вы знаете, я когда делаю такие расклады и выходят такие карты, я думаю, какие же вы у меня позитивные, хорошие. И как же вы стремитесь вот к этому счастью по умолчанию. И я так рада этому. Самым лучшим образом. Процветание. Ну, и третья карта. Так. Если бы я еще... Попросите ангелов. Сама сделала, сама не могу прочитать. Попроси ангелов. Вот тут я могу сказать просто своими словами. Попросите ангелов. Я сейчас прорабатываю колоду одну. Я себе заказала колоду. Сейчас я вам ее покажу. Она очень красивая, но она немножко другая. Я не знаю, или я буду на ней делать именно предсказания. Но советы. Я знаю, что я на ней буду выкладывать. И вот именно тут 72 карты и 72 ангелы и архангелы. И я просто должна проработать колоду. И вот попросите ангелов. А в принципе вы с ангелами можете разговаривать простым языком. Попросите. И они всегда помогают. Только не забывайте. Благодарить. Ну, вот такой интересный расклад был сегодня. Надеюсь, я вам помогла. Надеюсь, он помог разобраться вам с вашими мечтами, с вашими целями. И я надеюсь, я вам показала, как быстрее достичь той или иной цели. И быстрее достичь вашей мечты. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Нажимайте колокольчик, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропускать мои новые видео, мои практики, мои расклады, мои советы. Ставьте лайк. Для того, чтобы произошел обмен энергией и расклад проигрался в вашей жизни. И вы получили в полной мере мою позитивную энергию. А на сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok